Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард Приветствую вас с прохождением карьеры за тренера, бла-бла-бла, вы это все знаете В общем-то что, написали мне здесь, что Фалька зовут не Лагу, а Яго Я неправильно до этого все время читал, поэтому прошу прощения, теперь я это знаю, его зовут Яго Далее Написали мне письмо, что Как бы лучше бы мне начать играть хорошо и показывать супер шикарные результаты, иначе Меня просто уволят, это очень весело, потому что я посмотрел требования От меня, чего хотят, от меня хотят первое место в чемпионате Выигрыш Лиги Европы и выигрыш Другого кубка, любого Поэтому, ну как-то вот так Я-то на самом деле в четверку хотел пробиться, но от меня, оказывается, ждут выигрыши Поэтому нам нужно побеждать теперь вообще во всех матчах У нас отрыв от Челси, по-моему Очков 10, где-то 12 Да, ровно 10 очков отрыв у нас От Челси, ну и что, давайте будем побеждать И вот что я еще хотел Да нет, наверное, сразу матч сыграем Потом уже скажу, что я хотел сделать Так, матч против Астанвиллы Настройки Пусть будет Хорошая погода, вечер Легендарные сложности Так, и состав Я, наверное, вместо Ягу как раз Выпущу сейчас Капрари на поле Потому что он более быстр А здесь нам нужна скорость Да, Капрари Дальше Эриксон Наверное, в центре будет сегодня А вместо Матю и Ди будет Холдби Вот так, да? Так, Инбра Ну и все, два защитника травмированы По поводу защитников я там Рассматриваю вариант С тем, чтобы после окончания контракта Рафини у него, он через 7 месяцев кончается В следующем сезоне, чтобы он к нам присоединился 29 лет ему Ну, на замену Уокеру, естественно Плюс Итальянскую лигу По Шавел маленькой Там нашел Вполне интересных парней Двух Один нападающий Должен быть Перспективным И плюс там защитник Который может и защитника левого сыграть И левого полузащитника Так что вполне-вполне неплохо Все это может Получиться Но пока что Пока что матч против Стан Вилла Беннетт Фуарес Отобрал мяч Но он дальше вот не прошел Самый опасный игрок Остановил это, естественно Бентаки Холби Капрари Не успел с мячом расстаться Вовремя Аут Суарес Без мяча Ну и что было Нарушением правил против нас Окей Холби Навес У Суарес Мог очень неплохо пробить Все пролетели мяча Вообще все Террио Дембеле Холби отдал Холби прорвался Пас в центр Не получился Пентеке Дельф И Роуз Не смог накрыть Но Льерис На месте Хорошо Капрари На Телью Туда Прошел пас Ну и что И как Телью Сейчас Не смог Мяч с корпусом Прикрыть В общем да Руководство Хоть и говорит Что понимает Что на меня Давление от прессы Большое И прочее Но Я уже чувствую Что не за каждым Моим шагом Следят Если реально Не начну выигрывать Матч за матчем То все Может очень плохо Закончится Эликсон Ярис Хороший перевод Очень Телью Опаньки И на Суареса Ох Нет Не прошло Бумбелье Ну и почему Просто так Переключили Меня на другого Игрока Нарушением правил Навес на Бентеке Удар Лиарис Выручил Кирикеш Шикарный перевод Капрари Нет И даже Капрари Не добежал Все-таки Сильно Было Не более Офсайда У Капрари Был Вот этого Я боялся Пусть все Чтобы Офсайд Что еще один Офсайд Или нарушение Было Смотрим Давайте Да Нарушение Правил Навес Удар Кабуля Это скидка Получилась Холби Сохранил Мяч Молодец Варан Против Бентеке А так Продолжается Бент Наш Штрафной Отбились Эриксон Роуз Сейчас Очень Хорошо Сыграл В последнее Время Меня так Подпортилось Впечатление От игры Роуза Ну вроде Как он Снова Решил Играть Как Может Ах Пытался Быстро Опас Отдать Не получилось Дембеле Ну и куда Ты мяч Отпустил Просто Катни вниз Следующим Касанием Нет Роуз Вот это Передача Суарес Просто Головой Сейчас Джефферсона Прошу По-моему Давайте Смотреть Ну вот Роуз Играет Вроде Непонятно Потом Бамс Как Отдаст Передачу Вот И все Да Суарес Просто В ногу Влетел Сумасшедший Капрари Ой хорошо Холдбей Завершай Гол 1-0 Тоденхэм Выходит Вперед Капрари Просто Молодец Все Сделал Как Надо Паузу Вовремя Выдержал Передачу Точно Отдал И Холдбей Забивает Ну Слушайте Холдбей Опять В форме Да Вот Это Решение Именно Холдбей Поставить В состав Вместо Матюиди Уже Сработало Кирикеш Но я надеюсь Что это хотя бы Не пенальти Жалко Того же 100% Да Держал Его руками Ну просто Видите Кирикеш Он Как крайне Не очень Подходит Но больше Некого Ставить Просто У него Скорость Не Такая Большая Чтобы Угнаться За Нападающим Поэтому Он его Руками Передерживал Роллс Снова Его дальний Кросс Хороший Очень Тельо Дембеле Тельо Успеет Добежать Добежит Пас И Суарес Нужно было Мне как-то Развернуться Чтобы ударить Ой хорошо Тельо Забивай Гол 2-0 Тоттенхэм На ходу Ох Как я хочу Победить Сегодня Дембеле Эриксон Просто Все Разыграли Эриксон Так вообще Красавчик В касание Отдал Сразу Передачу Ну и Тельо Вот Тельо Один из тех Нападающих Который Не забивает Помного В одном Матче Да Вот у Меня А именно Забивает В нужные Моменты Именно В нужных Матчах Когда мы Выигрываем 1-0 И надо Прямо Забить У него Получается Он проходит Забивает Всегда Его мячи Были Очень важными Помните Там Один мяч Мы 2-2 Играли В итоге 3-2 Победили На 90 Он забил Вот сейчас Когда 1-0 Было бы Слишком Таким Размитым Счетом В итоге Вот он Сейчас Забивает Это уже 2-0 Уже Попроще Поначалу же Когда я его купил Я его сразу В стартовый состав Поставил Но как-то У него не получалось Вот так Забивать А теперь Разыгрался И пошло Поехало Кирикиш Ой хорошо Дембеле Почти ушел Кабуль Молодец Он так Просто так Не сдался Итак Первый тайм Окончен 2-0 Тоттенхэм Впереди Ну вот В принципе Элстанвил Только этот момент И был Так Ну что Меня все Устраивает Кроме Кирикиш Она Не на своем Позиции Играет Да и плюс Просто больше Некому Туда поставить А так Все на своем Месте Сегодня За тренера Играют Надеюсь Эрикс Ой какой пас Ой Луис Чуть-чуть Не добежал А нет Поздно Кстати Тоже Бенет Жидаем Передачи На Бентеке Перевод Налево Бенет Дембеля Мяч Отобрал И отдает Превосходнейший Пас На Луис Суареса Капрари Забивать Надо было На Луис 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 Тараптс Игроки Веллы Чувствуют Что нужно Забивать Но Нити Игра Уходят Просто Уходят И Мы Преимущество С каждой секунды Все больше Получаем Кабуль Обхитрил Защитников Точнее Нападающих Защитников Ах Почти Почти Разыграли Кирикеш У него уже Желто Не могу Я больше За ним С ним Бегать Руками Подыгрывать Просто Нельзя Варан Эриксон Хорошо И дальше Ох Ну и что Что будешь делать Беннад Прочитал Пробить доли Я думал Что не дам Заби Изловчился Пробил Главой Терри Кирикеш На Суареса Выход Один в один Суарес Гол 3-0 Здесь уже Все ясно Нам еще Главное Сейчас следит За Челси Чтобы они Очки теряли Потому что Они в лидерах Нам очень надо Чтобы они Потеряли очки Потому что У них всего лишь Одно поражение За весь сезон Вы представляете Одно Поражение То есть Это просто Немыслимо Так Теперь я буду Делать замену Чтобы игроки Которые особо На поле Не выходят Теперь Смогли себя Показать Поехали Чуть меньше Чем полчаса Остается нам играть Результат Я уже уверен В этом Что сделан Не думаю Что мы сможем Дать остановили Забить три мяча Как я не успел Пост отдать Хорош варан Холдби Ну нет Слишком сильно Норвич Там КПР Уже с счетом 3-1 Обыгрывает Нам важен Результат Матча Где Челс Играет Дракслер Хорошо Разобрался Тоже Он так Поначалу Как-то Робко Себя Проявлял Но сейчас Более-менее С каждым матч Все больше И больше Опыта Чувствует Своего действия Дракслер Ох Не забивает он Джефферсон Потащил Ронал Диня На вес Барварана Кабуль Попробует Мяч Вернуть Обратно Тельо С левой ноги Защитник Перекрыл Дракслер Холдби Варан Ой какой пас Ты красивый Холдби Что такое Я ничего не нажимал Окей Суарс 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 Ааа нет Офсайд 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 Вот здесь вот Я хотел дать передачу Но почему-то Не получилось Нет-нет-нет-нет Бент Бент Нельзя Нельзя Здесь Упускать Молодец Варан Кирикиш Там не задержался Все по ноткам Было Разыграны Ронал Дини Кабуль Холдби Пробить может сам Роуз Через себя Дракслер Молодец Суарес Не смог отобрать Но был близок Этому Ронал Дини Пентеки В штрафной Че Упасть решил Варан Ну просто Сегодня хорош Все снял Так Бабкистау не успел Желтый карточек К кому? Бентеки Смотрите Смотрите Он очень доволен Я так и не увидел Нарушения Но видимо там Против Варана Что-то сделал Бентеки Кейкш Кейкш А дальше Туда просто Вынес Ну что Хочу вам сказать Очень хорошо Что мы смогли Сделать результат Так быстро Так быстро Под конец Просто Получили возможность Игроков Задействовать Которые на скамейке Сидят в основном Бентеки Бентеки Привется он забит Но здесь Оки-Рикиш Обыграл Кабуль Ошибка Вейман И это гол Ну ладно 3-1 Как бы то ни было Размочили немножко счет Но на общий результат Никак не повлияет Роуз 4-1 4-1 Нам показывают Бентеки Ну и Роуз Ну вот Так Суарес ему отдал там мяч Роуз прошел Дошел до штрафной И обратно передачу дал Я именно на Суарес собирался Пас как раз отдавать Чтобы такую стеночку Своеобразную разыграть Пожалуйста 4-1 Очень хорошо Что мы забили Именно 4 мяча Чем больше забиваем Тем Больше шансов На Места повыше Чтоб Если будет равенство очков Как я уже говорил В начале сезона У нас было преимущество Над другими командами Для этого нужно Очень много забивать Ну что ж 4-1 Я надеюсь Руководство посмотрело На этот матч Челси свой матч Выиграли К сожалению И Мью тоже выиграли Ну мы теперь На шестом месте У нас равенство очков С Арсеналом И трех очков Не хватает До Манчестер Сити Том Кэрролл После травмы Вернулся Хорошо Так Что я хотел Я хотел Во-первых Пописать Защитников Вот Погодите А что если Что если Вот прям Железно Чтобы на левом фланге У меня Алла бы был Например Было бы хорошо Я помню У меня в Баруси Был очень-очень мне помогал Интересно Сколько он стоит Семь Че Семь только Хорошо Запросто Филиппу Ам Сколько стоит Тоже семь Но мне нужна Рафинья Видите Через семь Месяцев У него контракт Закончится Так Едем Теперь За В серию А В Палермо Там им нужны Два игрока Вот Фабио До правила Спросить Насчет его Пусть его проверят Да Посмотрим Как там Что И у другого Такая фамилия Еще забавненькая Была Дубала Вот Дубала Паула Дубала Погладает Хорошим Потенциалом Ну и что У нас В принципе Один матч Только в серии Был Наверное Давиталаба 27,5 Рафинья 3 Хорошо Дубала 13 До правила 5 Такие вот Цены Там Спецконференция Трансферное Приложение Что по Ибрагимовичу Аякса За 6 Ну и что Как думаете Продавать Ибру За 6 Или нет Я за 12 Покупал Правда Только полсезона У нас Ограл Может Через сезон Кто-нибудь Уже Купит Потому что Ну Как бы Он бы Доиграл Мне Я думаю Пригодился Златант Давайте Если Они 10 Хотя бы Дадут Тогда Окей А так Нет Да Все Трансферное Окно Открыто И Сейчас Будем Делать Трансферы А для Это Нужно Сохраниться Сначала Итак Я Сохранился И Теперь Давайте Смотреть Что Как Куда Зачем Во-первых Нам нужно Распрощаться С Аквину Но он у меня В состав не проходит Пусть у него Бешеный рейтинг Вот эти все Статы Но Мне Не нравится Не нравится Его Игра Просто Он Тупо Читерский Игрок Который Вырастает Очень Дико Причем Я действительно Удивился Откуда У меня Игрок С рейтингом 85 Когда Я его Брал У Атлетика За бесплатно И Вот Это Меня Очень Дивило Дальше Так Варан Серджи Роберто Матюди Ламело Все остаются Дракслер Дракслер Если будет схема Допустим 4-2-3-1 То будет Один Но нет С одним нападающим Я не смогу Играть А так По идее Дракслер Слева Эриксон Мог бы Сыграть Справа Нет Эриксон Нанимал бы Эриксон Сыграл бы В центре А справа Было бы клево Если бы У меня Сейчас был Мата Например Я бы Его там Так Использовал Хорошо Давайте Поищем Мат Нужно Все Сбросить Сколько Ему Должно Быть 20 26 лет Если Я не Ошибаюсь Ему Должно Быть И он В PSG Да Хуан Мата Туда 26 лет Может ли Он Играть Справа Как Раз Просто Как Раз Фэнос Удар У него Ух ты Дриблер Плеймейкер Акробат Хорошо Так Все Главное Мне Нужен Вот Его Пас Давайте Спросим Насчет Мат Что Нам Насчет Не он Скажет Ну Если Аквину В принципе Я продам Если Я продам Кого Нибудь Еще Аквина На Амас Точно 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 Ну что За 400 Тысяч Пойдешь Ко мне У него Контрактом Заканчивается Но За бесплатно Я не буду Убрать Лучше Сейчас Купить Сразу Так Рафинья После того Как у него Контракт Закончится Попробую Сейчас Его Подписать На 2 Года Он Хотел Бы Хорошо Оттверждаю Но пока Уокера Нет Пока Будем Так Перебиваться Там Уж Посмотрим Дальше Алаба Может быть Предложить Кого-то Залаба 27 С Половиной 28 Лет Кабуль Эх Некого Некого Придать Вот Шадли Кстати Не проходит Состав Давайте 8,5 Шадли Даст Ну и 6 Допустим Я заплачу Ну я уверен Что они Откажутся Так Ну примерно Чтобы хоть знать Сколько они Попросят Денег Еще Гюндагана Хотел Брать В опорку Но сейчас Там вроде Матюидис Дембеле Более-менее Расшарились Или Кросс Кросс Кстати Дороже Чем А то Ну потому Что На 2 Года Младше Лучше Вырасти Может Хвер Эрнандес Тоже Он Может На фланге Играть Если С тремя Нападающими Нет Только По центру Семь игроков Ты мне нашел Давай посмотрим Рафинья Из Барселоны Санчес Ну Двух Крайков Я считаю В аренду Взял Потом Тут же Их отправил Обратно Но Почти Сразу И в итоге Потом У меня Пошли Травмы На левом фланге Все стало Очень плохо Да Гюндаганта В атлетику Из атлетиковой Вытащить Будет Сложновато Конечно Ливандовский Там Барс Интересно На каком Месяце Сто Барселона Паша Для предложения Есть Ворсборг В аренду Пока Подождите СЖ 45 Ага Арсенал Там Ливерпуль 3-2 Обыграл Так Давайте посмотрим Других лигах Что происходит Просто интересно Так Все равно Серию Сейчас Надо будет Завершать Уже А можно Лиги Поинтереснее Там У нас Все понятно Пока Челси Одно Поражение У них Лишь Одно Поражение 6 Ничьих У нас 5 Поражений Марсель На первом месте Пассажи На втором Еще Не ясно Ох Баруси Молодцы Слушайте Ой Красавчики Да 4 очка Фора Дали Так Юви На первом месте С Миланом И с Ромом И тут у них Такая борьба Бешеный Интерфей Ориентино Вот так Вот Серия Там Что происходит Все так Просто Порт Тут на первом Месте Со Спортингом Что в России Зенит На первом Локомотив На втором Что-то Напоминаем Да Пока У нас Перегиб В чемпионате Все то же самое Это тут Мадрид А Барселона Вообще На третьем Месте Ага Ну ладно В принципе Я думаю Дальше Следующий матч Мы сыграем В следующей серии И трансфер Посмотрим Что да как С вами был Джек Шепард Большое спасибо За просмотр И счастливо